Эволюция Так что, когда вы начинаете думать, что существует управляющая элита, контролирующая рука за занавесом, ведущая планету к уничтожению, когда вы думаете, что конец близок, апокалипсис, армагеддон, и когда вы думаете, что мы обречены как вид, это не они, это вы вызвали все это. Но по очень хорошей причине вы развиваетесь. Прекратите обвинять всех и вся, освободитесь от паники, о глобальной тирании и стихийных бедствиях и будьте внимательны. Поскольку мир говорит вам о чем-то, он говорит вам, что не так с вами и как исправить это. И проблема, которую я вижу сегодня в человечестве, что мы действительно больше не знаем самих себя. Мы работаем с 9 до 5, у нас есть дом, дети, счета, телевидение, хобби и поручения, которые мы выполняем каждый день. И мы в конечном счете начинаем полагать, что это то, кто мы есть. Но кто мы без названия работы, без статуса матери или отца, верующего и атеиста, республиканца или демократа, черного или белого, мужчины или женщины? Кто мы? Кто мы глубоко внутри? Мы не знаем, потому что каждый раз, когда мы слышим ответ, который не хотим принять, мы отрицаем его, мы пропускаем его мимо, проецируем его на кого-то еще и судим их за это. А это подавление. И мы видим, что подавление может сделать на индивидуальном уровне, но как насчет коллективного уровня человечества в целом? Что происходит, когда во всем мире отказываются видеть, кем на самом деле являются? Все имеет общее происхождение. Найдутся миллионы людей, говорящие вам, что Библия – это Слово Божье, что вы должны следовать ей слово в слово. И также есть другой миллион людей, заявляющие, что это очередная форма контроля разума и что ничему из этого нельзя верить. Каждый будет говорить вам, будь осторожен с этим или не упуская этого. Это хорошая информация, это плохая информация. Мне только интересно, что делает из кого-то такую авторитетную фигуру, что он может говорить о том, что истинно, а что ложно. И почему вы отрицаете или принимаете что-то, основываясь на совете другого человека? Почему вы сами не принимаете решения? Информация – это информация. Нет такой вещи, как хорошая или плохая информация. Важно то, что вы будете делать с ней. Я говорю, позвольте всему быть вашей Библией. Принимайте любой кусочек информации каждого человека, каждое событие или сценарий, или ситуацию с чистым и открытым умом. Поскольку это только ваша ответственность отвечать на что-либо в вашем жизненном пути. Не следовать за толпой, не следовать обычаю. Это только ваша ответственность. Смысл в том, что неважно, сколько людей скажут вам, что вы неправы или правы, вы не зависите от их одобрения. Если мы, по крайней мере, проверяем наши собственные действия, наш собственный процесс мышления и принимаем сознательные решения в том, что мы считаем правильным каждый день, это то, что, я верю, является божественностью. Вот что такое истинный шаманизм. И по мне, это именно то, благодаря чему чувствуешь себя живым.